Иногда дети бывают крайне жестокими. Все потому, что у детей, в отличие от взрослых, нет никаких проблем. Они говорят именно то, что думают, не задумываясь о последствиях своих действий. Что еще хуже, дети, которые не справляются со своими эмоциями или руководствуются дурным примером, способны оставить свой след в сознании кого-либо невинного. Собака, которая в старости хотела только покоя, узнала, какие могут быть люди, так как местные дети ей не давали покоя. Бездомная собака бродила по улицам в поисках еды и никому не мешала. Никогда не проявляла агрессии, дружелюбно относилась к людям. Все изменилось, когда несколько детей увидели в ней легкую мишень. Собака просто хотела немного любви и ласки, поэтому с большим доверием подходила к каждому человеку, которого встречала. Однако в глазах детей, ищущих новых увлекательных развлечений, она была всего лишь старым домашним животным, с которым они могли играть не в детские игры. Они не пощадили ее и относились к ней, как к живой игрушке. Как стало известно позже, дети пинали и таскали собачку за хвост. У нее не было выхода из сложной ситуации. Она могла только спрятаться там, где руки местной детворы не дотянулись бы до нее никогда. В качестве укрытия она выбрала труднодоступные кусты рядом с металлической сеткой. Со страхом в глазах она смотрела на каждого проходящего человека, пытаясь максимально слиться с окружением. Но собаке повезло, ее заметили волонтеры. Они случайно наткнулись на испуганную старую собаку, которая находилась в кустах. Ее нашли там, где она всегда пряталась, под кустами, вдали от глаз людей. С трудом они вытащили ее из укрытия, а затем решили отвезти в питомник. Сотрудники пообещали собаке, что никто больше не причинит ей вреда. Первый визит Найды в ветеринарную клинику очень встревожил волонтеров. Собака так долго была голодна, что даже начала грызть камни, что привело к необратимым последствиям. Были повреждены не только зубы животного, но и иннервация челюсти. Кроме того, инфицированные глаза Найды потребовали немедленной операции. Сотрудники организации опасались, что никто не захочет взять к себе такую напуганную и больную, старую бездомную собаку. К счастью, они глубоко ошибались. Вскоре после этого в питомник позвонили по поводу этой собаки. Одна пара узнала о ее истории и решила протянуть ей руку помощи. Сегодня от испуганной Найды не осталось и следа. Питомец, который до недавнего времени боялся собственной тени, теперь стал бесстрашным псом. Собака любит обниматься, ходить на долгие прогулки, а в более холодные дни с удовольствием носит красочные свитера и позирует для фото. После испытаний к собаке вернулась уверенность в себе благодаря большой заботе, терпению и нежности хозяев. Преображение старой бездомной собаки вызывает у нас невообразимые чувства. Достаточно посмотреть на ее радостное лицо, и сразу хочется улыбнуться. Мы желаем Найде всего наилучшего и держим пальцы скрещенными за других четвероногих, которые ждут своих будущих хозяев в приютах. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. У нас много интересных историй про животных.